Паритет декор представляет вашему вниманию декоративное покрытие Арунта с эффектом натуральных природных фактур. Арунта является одним из дизайнерских декоративных материалов, относящихся к направлению эко-стиль. Эко-природа. Дизайн, созданный не человеком, а самой природой. К этому стилю относятся характерные материалы, имитирующие натуральные природные фактуры. Земля, глина, дерево, камень и так далее. Арунта. Специальное покрытие, разработанное для придания интерьеру дизайнерского штриха, сочетающего природную фактуру и современность. Для нанесения декоративного покрытия Арунта вам понадобится. Грунт глубокого проникновения соус-сукуш-брафон. Адгезионный грунт соус-сукуш-сабле. База Арунта. Специальная добавка «Аддитив Арунта». Балик с ворсом средней длины. Терка-коврик «Фрейм» размером 120 на 120 миллиметров. Шпатель из легированной стали «Казуола Акачева». Перед нанесением материала стены необходимо тщательно подготовить. На чистую, прочную и сухую поверхность финишной шпаклевки предварительно наносится грунт глубокого проникновения соус-сукуш-прафонт. В зависимости от пористости поверхности допускается разведение грунта соус-сукуш-прафонт холодной водой на 30-50%. После его полного высыхания валиком с ворсом средней длины наносится специальный адгезионный грунт соус-сукуш-сабле. Время высыхания 4-6 часов. Заколируйте базу Арунта в желаемый цвет. Это можно сделать вручную при помощи универсальных красителей «Серинг Париколор» или при помощи машинной колеровки по системе «Аватинт» и тщательно перемешайте. Внимание! Сразу перед нанесением необходимо добавить специальную добавку «Аддитив Арунта» – одну или две банки в зависимости от нужного количества слюды – на одну банку базы Арунта. Выработать материал, в который добавлена добавка, нужно в течение 2-3 часов. Не оставлять материал с добавкой на следующий день. Нанести плоскостью шпателя из легированной стали Казуола Акачо первый укрывающий слой базы Арунта разнонаправленными движениями толщиной примерно 3-5 миллиметров на площадь около 2 квадратных метров. Еще по влажной поверхности создайте рисунок, используя терку-коврик «Фрейм» размером 120 на 120 миллиметров, продирая ей укрытую поверхность в хаотично заданных направлениях. После создания рисунка начинайте укрывать следующий участок поверхности, при этом следите за временем. Спустя 15-20 минут после создания рисунка на заданном участке, когда материал немного схватится, легкими движениями пригладьте шпателем образованный теркой-ковриком рисунок. Время высыхания 10-12 часов. Положите на рабочую область шпателя количество базы Арунта примерно в полтора-два раза меньше, чем для первого слоя. Толщина второго слоя должна быть 1-2 миллиметра. Плоскостью шпателя нанесите материал отдельными, не соединяющимися между собой мазками, постоянно меняя направление движения. Спустя 20-30 минут, когда материал еще будет влажным, но начнет местами светлеть, смочите поверхность водой при помощи распылителя и тут же ее загладьте, таким образом подполировывая поверхность до проявления слюды. Время высыхания 12 часов. Для придания покрытию защиты и износа устойчивости рекомендуется покрывать поверхность либо при помощи валика лакомый вернис сатин, полуматовый эффект, вернис бриланд, глянцевый эффект, либо при помощи шпателя Козуола Акаччо, воском для венецианских штукатурок Сердепале, влажный эффект, например, для получения эффекта влажного бетона. Декоративное покрытие Арунта от Паритет Декор.